И когда мы говорим об армянах, да, армяне автохтоны, они проживали на этих территориях со времен клинописи. Когда возникла клинопись, тогда армяне уже проживали на этих территориях. Ну, допустим, да, что часть территорий отошли к очевым племеням, которые в 11 веке появились там. Я не хочу сказать, что это не автохтоны. И Армения никогда не имела таких целей, что она должна захватить Азербайджан. Но все же во времена Алиева армяне были в Советском Союзе, в Азербайджане, репрессированы. Не оставалось там ни единого, даже заведующего магазином армянина. То есть такая была чистка, исходя из того, что Алиев-старший имел определенные отношения с Брежневым. И это все вылилось, так сказать, на экран, когда он поехал в Баку, а там в Москве хоронили последнего великого маршала Второй мировой войны Баграмяна. Так что у современной ситуации есть какие-то хвосты, какие-то, так сказать, в прошлом наследили, и все это видно на сегодня. Азербайджан Николаевич. Я что хочу вам сказать, я хочу возвращаться к диагностике. Почему? Потому что мы не уже с коллегами, мы первый день занимаемся анализом, изучением ситуации в регионе, в исторических аспектах. Я вам просто хочу сказать, к сожалению, мы, к сожалению, должны признаться, историю этого региона нужно перекрестить от начала до конца заново. Потому что достижения, которые были дореволюционные, российской стереографии. Ну, там были хорошие этнографические описания, хорошие топографисты, великолепные карты и прочее, прочее. Но то, что пошло уже в советское время, описание и так далее, что мы видим постепенно эволюцию в сторону роста национализма, практики большевизма. Да я сам в Баку учился в университете. Извините, я могу вам сказать, что у нас в 70-е годы открыто на лекциях читали о развале Советского Союза. И тогда уже предусматривался вопрос, что армяне восстанут в Карабахе. Я как лекция студентов слышал открыто. И поэтому действия азербайджанского руководства на этом направлении были вполне объяснимы. Русские находились, евреи не давали ходу, они все уехали. Кстати говоря, правда, репрессий никаких не было. А русским, что называлось, если хочешь быть на вторых, третьих ролях, пожалуйста, служи отечеству азербайджанскому. А так, в общем-то, тоже ходу не было. Так что объективные выступления армян Карабаха для меня, в принципе, причины, для меня, в принципе, они абсолютно понятны. Но сейчас я вам прямо хочу сказать, что мы переживаем с вами уникальную эпоху, когда исторические знания начинают быть аргументом современной политики. С позиции знаний новейшей истории, я имею в виду после 1917 года, апелирования каким-то решением, ровным счетом нас вводит заблуждение, ничего не дает. Но если вы копнете чуть поглубже, особенно перед Первой мировой войной, вырезаете некоторые контуры. Так вот, например, если только вот я просто могу как специалист вам сказать, что вот в Санкт-Петербурге есть военно-исторический архив, там есть великолепнейший фонд Воронцова-Дашкова, наместника русского царя на Кавказе. Великолепнейшая аналитика. Просто блестящая аналитика, где предусматривался вопрос накануне войны о создании Соединенных Штатов за Кавказией. Вот кто-нибудь слышал о вас? О превращении за Кавказией за Кавказскую Швейцарию. Кто-нибудь слышал об таких проектах? Нет. Наконец-таки вы знаете, что первый термин Азербайджан появился в разработках царской военной разведки, а потом появилась партия Мусават, которая отрабатывала эту схему. А вы знаете, что именно судьба армянского государства Первой мировой войны связывалась не с территорией Закавказья, а больше с территорией Западной Армении, или то, что называется Восточной Анатолии. А вы знаете, что царская военная этнография и военные географы и историки разделяли, между прочим, а считали, что армяне Карабаха представляют суббитность внутри армянского народа. И армяне Карабаха отличаются, потому что армяне Карабаха имеют, как писали, я повторяю, я не утверждаю, я не изучал детально, это выход из Ирана, шиитские корни и в Иране, а в Иране гонений на армян не было. А то, что армяне, которые сейчас заселяют Ереван, это все имеют турецкие корни, азбанские корни. И у них, в общем-то, тяга к Турции, она, в общем-то, просматривается. И вот сейчас, когда я начинаю читать, что в плане армяне Карабаха, армяне Еревана, перестали, не отказались поддерживать армян Карабаха, в плане с Азербайджаном, вы знаете, вот такие ассоциации у меня всплывают. Но я в качестве как реплики, шутки, я не делюсь отверждать это, но я просто цитирую, понимаете, вот такое было представление. Такое было представление. А геополитики? Вопросы геополитики. Лично мои предки из Муша. Да, геополитики. Вопросы, вопросы. Я вот проходил военную кафедру в Азербайджанском университете. По стратегии у нас никогда не утверждалось, что границы по Аракте в советское время являются постоянными границами, были условными границами. Больший проект Парижа-Азербайджан. 46-й год проект Большая Армения. Большая Грузия. Академик Джавахишвили. И прочее, прочее, прочее. Я думаю, что коллега мой Ереванин тоже это отлично знает. То есть, проекты Большая Армения и Большого Азербайджана. Пожалуйста, вопрос. Скажите, мы завершаем. И они сейчас начинают вылезать на поверхность большую геополитику. И эти факторы, я не знаю, может сыграть ли эти факторы какую-то роль в современных событиях. Но эти факторы надо озвучивать и издать. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok